Ну вот, это я говорил вам, ну что ли, о характерных ролях своих, которые я сыграл в театре на Таганке. И как же получилось, что вот человек, который был взят в театр, в общем, как комедийный актёр, я вначале играл комедийные роли и пел под гитару всевозможные шуточные песни, благо у нас в театре есть возможность для этого. Ну и вдруг я сыграл Галилея и Гамлета. Я думаю, что это получилось не вдруг, а так, вероятно, режиссёр долго присматривался, могу я или нет. Ну, мне кажется, что есть тому две причины. Для любимого Юрия Петровича основным является даже не актёрское дарование, хотя и актёрское дарование тоже, но больше всего его интересует человеческая личность. А так как театр наш условный, и мы же ведь, я повторяю, мы не клеим бород, усов, не делаем седых париков, не играем в декорациях. Знаете, как вы же приходите в театр и видите, так сказать, построенный дом сзади неба, вы же прекрасно понимаете, что небо нарисовано, а что брёвна в этом доме, они пустые. Поэтому тут тоже есть своеобразный договор. Театр всё равно искусство условное. Значит, мы играем без декораций, но мы с самого начала спектакля договариваемся со зрителями, как бы договариваемся о том, что вот мы сегодня покажем вам вот таких-то людей без гримов, немножко намекая на костюмы. Вот и зритель принимает эти правила игры, и через пять минут никого уже не смущает, что, например, Галилея, я играю без грима, хотя ему в начале пьесы 46 лет, а в конце 70. А мне, когда я начинал репетировать роль Галилея, было 26 или 27 лет. Я играл со своим лицом, только в костюме, такой у меня, ну, вроде балахона, вроде плаща, такая накидка коричневая, очень тяжёлая, как в то время был материал, грубый очень свитер. Ну вот, и несмотря на то, что в конце он дряхлый старик, я очень смело беру яркую характерность в Галилее, и беру играю старика, человека с потухшим глазом совершенно, которого ничего не интересует, который так, такой, немножечко в маразме человек, вот, и он медленно двигает руками, и совершенно не нужно гримироваться в связи с этим. Ну, мне так кажется. Спектакль этот сделан очень, мне кажется, своеобразно, потому что у нас в этом спектакле, например, два финала. Первый финал, как бы на суд зрителя два человека, вот как Галилей, который абсолютно уже не интересуется тем, что произошло, ему совершенно не важно, как в связи с этим упала наука, в связи с его отречением. А второй финал, это Галилей, который прекрасно понимает, что он сделал громадную ошибку, что он оттрёкся от своего учения, что это отбросило назад науку, и он, несмотря на то, что до этого это был старик дряхлый, в последнем монологе, я говорю этот монолог от имени человека зрелого, но абсолютно здорового, который в полном здравии и рассудке, прекрасно понимает, что он натворил. Ну, и еще любопытная деталь. Брехт этот монолог дописал. Дело в том, что пьеса была написана раньше, а когда в 1945 году была сброшена бомба на Хиросиму, Брехт дописал целую страницу этого монолога об ответственности ученого за то, что он за свою работу, за науку, за то, как будет использовано его изобретение, то или иное изобретение.